Всем привет, ребята, с вами я Кирилл, и мы сегодня снимаем эту замечательную игрушку под названием Терария. Это уже вторая серия, в которой мы с вами будем исследовать мир, чтобы найти для себя и для персонажа полезные, а может и не очень вещи, и сделать печку и наковальню. Планирую сейчас. Мы нашли дерево с вами, это уже неплохо. Прокапываем себе проход дальше, но идем вниз. Так как на данном этапе игры у меня не так уж и много всего, чтобы получить, есть. У нас есть уже какие-никакие, но предметы, среди которых есть такие палочки, зелье возврата и, самое главное, гранаты и вот эта духовая трубка с отличным бафом. Как там он назовется? Слабая трубка. С чего у меня-то пахну? А чё, я не помню, почему у меня-то пахну? Да, потратим мы, конечно, много за нее, зато поднимемся. Так, вернусь, когда поднимусь. Что ж, пошлите во второе дерево. Прокопаем. Пошли, стоп, пускаться. Чисто. Тихо. Нет. Тут сундук. Когти альпиниста. Классно. Давайте их сразу же наденем. Надеть. Всё, мы надели. Пройдём чуть дальше и найдём ещё один сундук с копьём. И у копья нет дебафов. Всё, это пока что моё второе оружие. В прошлый раз я вам говорил, что хочу быть магом, но, в принципе, можно быть и мультиклассом. Мультикласс это тот, кто использует оружие, какое попало. Здесь давайте всё тоже заберём. И спустимся уже до конца на этот раз вниз. Дерево на этот раз более удачно. Опа. Да, дерево намного удачнее, чем в прошлом. Так, давайте поставим факел, чтобы вы хотя бы что-то не увидели. Поставили факел. И давайте уж на всякий случай добудем себе немного железок. Потому что на наковальню нам пригодится. Чисто долбим железо. Давайте я здесь ещё немного подолблю камушек. О, а вот и второе дерево. И это шахта. Что ж, вернусь, когда надолблю достаточное количество камня. Что ж, ребят, после того, как мы, я точнее, накопал нормальное количество камня. А ещё вот это добудем. Никто, наверное, не заметил. Но здесь под водой, оказывается, был всё это время сундук, в котором был аксельбант. Мы потом его будем использовать. Эээ, помогите, я выбраться не могу теперь. Ну что, нет. Ладно, давайте выберемся отсюда, через вот это дерево. Вернусь, когда выберусь на поверхность. Ребят, я выбрался на поверхность, и за мной побежал гном. Он выбежал на поверхность, и мне дали ачивку за то, что я получил садового гнома. Для того, что здесь такой удобный спаун, давайте немного подчистим землю, чтобы было более ровненько. Боже, ещё здесь, Кирилл, начни зачистить. Всё, здесь, наверное, должно закончиться. Ладно, валим отсюда уже. Босс, лизень за нами. Мне кажется, что мы здесь больше не найдём в этом дереве ничего полезного, тихо. Ладно, вернусь, когда выберусь на поверхность. Что ж, после того, как мы выбрались на поверхность, давайте, что ли, немного добудем вот это же резко. Вернусь, когда добуду. После того момента, как мы зачистили всё железо, меня ударило в первых часах с лизень, как вы видели. Ооо, здесь огромная сейчас шахта с железом. Не верите? Если вы видите вот такие вот, типа, кусочки самородков, то прошу вас прокопаться немного вниз. Если вы такие же сейчас, как я, типа, у вас нехватка ресурсов, то больше сейчас вы можете увидеть, что я нашёл огромную такую вот залежу железа. Так что давайте её добудем. Что ж, сейчас мы добыли нормой нормальное количество железа, так что давайте я вернусь, когда найду хотя бы, ну, какую-нибудь интересную штуку. Вернусь, когда найду. Кто-то скажет, что ура, ты нашёл Кримзон. Но я скажу вам другую вещь. У меня нет нормального оружия, и выжить в Кримзоне, это то же самое. Так что давайте, знаете, как сделаем? Чтобы он не распространялся в сторону моей базы, мы закроем его... Так как у нас здесь ещё нет нормальной бородни, мне приходится вот так вот ломать все колючки, чтобы не получать от них урон. Тихо. Спасибо. Всё. Там есть пустыня Кримзона, я сразу замечу. Чисто такой, на первых этапах игры, исследование Кримзона. Багрянца, если быть на русском. А у меня вопрос, если срубить Кримзовый кактус, то выпадет обычный кактус, да? Выпадет обычный кактус. Ладно. А вот и продолжение пустыни. С муральвом. Боже, копьё, отличное оружие. Сейчас будем эпичный дуэль со стервятником. Кстати, со стервятником есть баг. Видите, я его сейчас вам покажу. Вернусь, когда построю нужную для этого конструкцию. Ладно, конструкцию потом покажу. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да, покажу. Потом, да. Если не забуду. Что ж, после благополучного телепортации домой, я увидел, что у меня на базе до сих пор стоят могилы. И местность вообще не освещена. Кстати, заметили, что в первой серии я построил домики для НПС. Для НПС. А сейчас домиков для НПС нету. И это надо как-то исправлять. Так что, помните, что мы делаем. Мы делаем гидрику проходик. Потому что в прошлый раз он меня ночью сильно выбесил. Пройдите, гид. Мистер гид. Клер. Клер. Давай, проходите. Есть. Все. Гид в ловушке. Когда настанет ночь, гид умрет. И я буду этому супер рад. Что ж, давайте восстановим все утраченное. Пока я строил, я надеялся, что гид умрет. Но у гида осталось меньше половины хп. Надеемся, ребят. Да, да, да. Да, есть. В чат. В чат написалось. Есть. Гид убит. Все, придется потом заново ждать, чтобы он воскресился. Ладно, вернусь, когда построю дом. Что ж, ребят. Почти всю ночь я убил на вот эти три несчастных домика. За это время я сделал себе кристаллманы. Используем его. Что ж, давайте же сделаем себе хотя бы печку и наковальню. Откуда у меня железо. Я же даже не переплавлял вот это. У нас же есть куча железа сейчас появится. Для чего, откуда, у меня ж не было наковальни никогда еще. Ну не было слитков, мы же их не делали. Я прав или не прав? Я прав или не прав? Я прав или не прав? Ставим вот так и ставим наков. Что за наковальнику? Вот так вот. У нас есть уже стартовый комплект, так сказать. Делаем себе это и это. И делаем себе кристалл жизни. Что ж, ребят. В этой серии мы разбились до трех домиков. Построили печку, наковальню, увеличили свою ману на два, поисследовали немного мир. Умерли один раз. Что ж, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и всем удачи. Адьос! Субтитры сделал DimaTorzok